Большую часть финишных материалов нужно заказывать прямо на старте ремонтно-отделочных работ. Какие же это материалы? Это все виды напольных покрытий, которые мы будем выкладывать в жилой зоне, в мокрой зоне, на кухне. И современные требования говорят о том, что мы стремимся к беспороговому, бесступенчатому полу. Поэтому все вот эти порожки, все они отходят в прошлое. Тем более выступы, какие-то ступеньки, об которые можно споткнуться, это все недопустимо. Соответственно, высота основания, то есть стяжки, должна учитывать ту разницу, которая имеется у нас между разными видами напольных покрытий. Допустим, у нас есть керамогранит в мокрых зонах, санузел, ванная, кухня. Его высота, как правило, от 9,5 мм. И при этом в жилых зонах у нас, к примеру, паркет, который имеет высоту от 15 мм. Или ламинат, у которого высота вообще различается от 6 до 15 мм. Керамогранит, плитку мы тоже должны заказывать заранее. Это понятно. Декоративный кирпич мы также заказываем заранее. Объясню почему. Толщину клинкерного кирпича или декоративного кирпича нужно учитывать, когда мы будем рассчитывать потолок. Когда мы будем делать какие-то ниши, и когда мы, допустим, делаем нишу, и во всех по периметру комнаты она имеет там свои строгие, ну, к примеру, 5 см. А по одной стене мы решили пустить декоративный кирпич. А его глубина 1 см. Тогда у нас по одной стене окажется, что щель у подвесного натяжного подолка равна не 5 см, как везде, а 4 см. Это, конечно же, некрасиво, поэтому эти вещи заранее нужно учитывать. Кухня. Я уже объяснял, что кухня всегда диктует нам требования по выводу коммуникации как по воде и канализации, так и по электрике. Поэтому кухонный гарнитур с четкой схемой, где что выводить, мы должны иметь заранее. Хотя приехать она может только спустя несколько месяцев. Сантехника, полотенце-сушитель. Суть в том, что когда мы подключаем смесители или, допустим, полотенце-сушитель, или когда мы монтируем сантехническое оборудование скрытого монтажа, когда рабочая там поверхность не торчит над поверхностью стены, а она заштроблена в стену, эти все вещи нужно заранее учитывать. Мы должны четко знать, какой вид этой техники мы должны иметь, хотя бы чертежи со всеми размерами, чтобы учесть это при разводке труб. Батарея отопления кондиционера. Ну, аналогично. Кондиционер, к примеру, когда мы проводим трассу для кондиционера, мы должны учитывать размеры внутреннего блока. Пару бывают ситуации, когда мы начинаем вешать внутренний блок, и оказывается, что он чему-то мешает, или он создает дисгармонию в окружающем дизайне. Ну, к примеру, бывает ситуация, что некоторые люди не учитывают, что у нас потолок опустился там на 7-8 сантиметров. И в этом случае внутренний блок кондиционера просто упирается в потолок, а по технологии над внутренним блоком кондиционера должно быть хотя бы там 4 сантиметра, для того, чтобы был нормальный воздухозабор. Двери мы должны заказывать тоже заранее. Когда мы заказываем дверную коробку, то, как правило, нам нужны еще доборные планки. Современные красивые двери не терпят, когда доборные планки начинают пилить, потому что получается рваный край, и красиво доборки можно распилить лишь на профессиональном заводском оборудовании. Когда это делает мастер-установщик двери, то, конечно, появляются задиры, и это никого не устраивает. Поэтому толщина стены, куда устанавливается дверная коробка, должна иметь определенный размер, чтобы коробка, вставая в эту стену, не образовала никаких щелей. Потому что мы потом прикладываем наличники, они должны соединять коробку и стену. И вот щелей между наличником и самой стеной не должно быть. Плинтусы и карнизы. Здесь тоже все понятно. Когда мы рассчитываем высоту плинтуса или высоту карниза, мы имеем в виду, опять-таки, расположение розеток, чтобы напольный карниз, напольный плинтус случайно не закрыл розетки. Есть у нас розетки также на кухне, которые находятся в нижнем ярусе, для холодильника, для посудомоечной машины и так далее. Нужно сразу заранее понимать, где будут располагаться эти розетки. Они могут располагаться непосредственно в напольном плинтусе или могут располагаться поверх него. Но будет странно и некрасиво, если розетка, которая укрепляется внизу, в цоколе кухни, будет наполовину резать наш напольный плинтус. То же самое, когда мы рассчитываем стоимость, когда мы рассчитываем высоту потолочных карнизов, мы сразу имеем в виду размеры встроенных шкафов, по которым, скорее всего, пойдут эти карнизы. Мы рассчитываем размеры внутреннего блока кондиционера, чтобы это учесть, чтобы там не было никаких накладок. Куча разных нюансов, которые надо всегда держать в голове и все всегда нужно учитывать. Субтитры создавал DimaTorzok